Сейчас официальные итоги Петербургского экономического форума. Важным для области на минувшей неделе стало признание ее заслуг перед инвесторами. В национальном рейтинге состояние инвестиционного климата 47-й регион поднялся на три позиции и занял 10-е место среди пилотных регионов. Обогнал Петербург и Московскую область. Еще в прошлом году область взяла курс на снижение административных барьеров для бизнеса. Стало легче получать разрешение на строительство. Принцип одного окна сократил до 10 дней сроки оформления кадастрового учета и сократилось время подключения предприятий к электросетям. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации стартовал в 2014 году. В пилотном проекте принимают участие 76 регионов. Главный критерий – скорость принятия решений для запуска бизнеса. Составляет рейтинг агентства стратегических инициатив, а оглашают результаты во время Международного экономического форума. Как иллюстрация экономической привлекательности, открытие завода «Сименс» в Горелово по производству газовых турбин, в том числе для таких корпораций, как «Газпром» и «Интерау». О важности этого проекта напомнил вне Петербургского форума Владимир Путин. Он прислал телеграмму руководству завода. Предприятие обеспечит турбинами 40 электростанций в России и за ее пределами. Один из первых контрактов на обслуживание Кирижской ГРЭС. У вас есть все возможности для экономического сотрудничества. Конечно, мы уважаем чужие политические интересы, но мы хотим продолжить отношения, которые переживают трудные времена. И мы верим, что наше партнерство продолжится. Завод «Сименс» будет производить и обслуживать газовые турбины в России и странах СНГ. Площадь завода 21 тысяча квадратных метров, персонал 500 человек. Предприятие в Горелого – это совместный проект компании «Сименс» и ОАО «Силовые машины». Рядом с заводом «Сименс» в промышленной зоне Горелого построят испытательный центр немецкой компании, которая занимается сертификацией автомобильных комплектующих. Актуальность бизнеса понятна. В области находятся более 20 предприятий по производству автокомпонентов. Сегодня в России таких центров нет. И любая деталь автомобильная, которая нам нужна для локализации сборки, требует прохождения сертификации либо в Европе, либо где-то в другом мировом центре сертификации. Мы хотим, чтобы такой центр сертификации появился в России, он будет в Ленинградской области. Компания «Тюф Зуд» занимается сертификацией, проверкой и тестированием автокомпонентов. Их клиентами являются более 400 тысяч предприятий по всему миру. Знак качества компании стараются получить все крупные производители запчастей. Еще один итог форума. В деревне Низино производство откроет фармацевтическая компания «Северная звезда». Сейчас предприятие работает во Всеволожском районе, но собирается расширяться. На новой площадке будет производить в том числе лекарства для зрения. Итак, математические результаты таковы. Соглашений по количеству подписано меньше, чем в прошлом году. Однако общая сумма инвестиций побила прежние цифры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!